Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении» и сегодня вместе с героем передачи мы поговорим о международном литературном конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето Господне», который помогает реализовать творческий потенциал юных авторов и отражает жизненную философию подрастающего поколения. Итак, у нас в гостях главный редактор конкурса «Лето Господне», а также портала «Прав чтения» руководитель творческого семинара в Литературном институте имени Горького Сергей Арутюнов. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно, что вы меня сюда позвали. Конечно, конкурс «Лето Господне» проходит уже шестой раз, прошел. Очень интересно узнать, как это все было. И вы сами у истоков стояли этого конкурса? Не совсем. Два сезона конкурса прошли, к сожалению, без меня. Он начался, ну, действительно, шесть лет назад. Это 2013-2014 год. И вот святейший патриарх московский всея Руси Кирилл благословил замечательное начинание. Мы о нем узнали где-то через год. И где-то еще через год меня вот пригласили для того, чтобы я писал новости, какие-то релизы. Пока это было еще дистанционно, то есть мы как-то вот работали уже тогда, да, еще до всяких этих самых пандемий и прочего. Я работал из дома, приезжал часто в издательский совет Русской Православной Церкви, где все это осуществлялось руководством конкурсом. Видел некоторых ребят, которых уже приглашали на какие-то эфиры, их спрашивали, организовали круглые столы с ними. Я уже понял, что это. Это было очень важно понять. На самом деле, действительно, по всей России ведется отбор литературно одаренных ребят, как это было, кстати говоря, и в советские времена тоже велся такой отбор. Но вот эта эстафета, беспрерывно передаваясь от одного поколения к другому, дает свои результаты. Конечно, конкурсы теперь в России другие, они не идеологические, они не пронизаны вот этим, знаете, ощущением, что вот мы должны защищать какую-то вот избранную идеологию, мы вот обязаны обязательно умещаться в какие-то рамки, каких-то штампов, которые выработаны, там, прессой, кстати говоря, телевидением, средствами массовой информации нет. Нет, мы вообще не позиционируем себя как конкурс, который проводит, ну, проводим его, конечно, мы, проводит его церковь. Но это не церковный конкурс в том понимании, в котором каждый наш школьник должен обязательно написать «люблю церковь». Вот «люблю, люблю, люблю». Нет, этого совершенно не требуется. От ребят хочется узнать только одно, в чем их даже не вера, а душа, вот в чем она состоит. Мы так и ставим вопрос. Расскажите о том, что вот на ваши 13, 14, 15 лет, 17 лет явилось для вас самым большим, важным событием. Что определяет вас как людей, что поддерживает вас в трудные минуты. Да, это может быть и церковь, это может быть храм, который там в нескольких кварталах от дома, это может быть паломничество к храму. Но некоторые люди пишут у нас о потрясших их книгах, авторах, о корнях своих. У нас очень часто семейные истории пересказываются. Особенно это в этом году, потому что 75 лет победы – это повод вспомнить, у кого-то это до сих пор дедушки, кстати говоря, вот так растянута цепь поколений. Я удивлен, потому что, ну, я считал, что я поздний ребенок, и я вот внук солдата Великой Отечественной, и все, как бы на этом вот прерывается. Нет, у некоторых это действительно дедушки. Как это случилось, ну, вот попробуйте угадать. Тоже какие-то поздние дети, допустим, да. У кого-то это, конечно, прадедушки и прабабушки. Они вспоминают и тружеников тыла, и солдат, и офицеров, которые кто-то выжил, кто-то не выжил, но в основном это попытка через них определить себя. Кто я? Наследник чего я? И что случилось 75 лет назад с нашей страной? И сломан ли у нас вообще хребет после этого? Перенесли ли мы это там на ногах, как легкий гриб, или мы до сих пор в лихорадке пытаемся восстановить вот те оборванные цепи поколений, которые действительно во многом прервались, во многом они продолжаются, но как вообще жить с сознанием, что тебя хотели убить? Уничтожить весь твой род до последнего человека. Как с этим жить? Я вот как дитя двух народов, русского и армянского, я с обеих сторон вынужден иметь дело с попыткой уничтожить нацию. Жить этим сознанием непросто, потому что ну как это так? Ты рождаешься, живешь и вдруг. У нас есть потрясающая работа на эту тему. И многие вот эти дети, которые написали вот в шестом сезоне конкурса «Лето Господней работы» о войне, о своих предках, или написали художественные рассказы, то есть немножко пофантазировали, отталкиваясь от чего-то уже понятного и знакомого. Они восхитили экспертов, они восхитили жюри, и конечно же они достойны публикации, может быть нескольких публикаций, в толстых литературных журналах. Ну у нас на портале все вывешиваются, конечно, все финалисты, но отдельным каким-то пунктом у нас в наших целевых показателях значится публикация в литературной прессе. И, конечно, будут опубликованы. Это замечательно. То есть ваш конкурс – это такая платформа, почва для реализации. И вот как раз вы сказали про толстые литературные журналы, наверняка уже многие ребята, которые в прошлые годы принимали участие, они там опубликованы. Да, вот в этой струе за нами последовало очень много замечательных литературных журналов с именами, с биографиями, которые растягиваются на десятилетия, если не столетия. И с какими-то, может быть, у нас отношения до сих пор как-то такие. Ну, то есть нас уважают, но откладывают там, скажем, публикацию. Но это вот буквально вот там редкие истории в основном. Вот журнал «Юность», например, покойный главный редактор его Валерий Дударев, наш большой друг, он сказал так. «Знаешь, я напечатаю все». Я говорю, ну как так, Валера, ну нельзя все, да, у нас огромный объем, там, да, это финалисты, это вообще 30, больше 30 человек. Он говорит, ты знаешь, я все понимаю, но каково будет детям, которых не напечатали? Нет, давай я напечатаю все. И он печатал все. «Дружба народов», журнал, один из самых уважаемых, наверное, вот на постсоветском пространстве в том числе. И журнал «Москва», журнал «День и ночь». Да кого там только не было, честно говоря. Мы, у нас же замечательный есть друг конкурса Владимир Крупин, писатель, которому вот в будущем году исполнится 85 лет. И вот у него, значит, замечательная супруга, которая возглавляет журнал, по-моему, «Литература в школе». Мы даже ей предлагали вот наши маленькие рассказики, новеллы, и она тоже с жаром соглашалась с нами и так далее. Просто, ну, там формат журнала не совсем предусматривает. В общем, мы предлагаем всем. И очень многие соглашаются сразу же, потому что в работах наших детей чистота, свежесть. И вот когда нам пишут, что облака были похожи на ватрушки, там, скажем, да, по небу, все небо было в ватрушках, облака плыли буквально, как там хлебобулочные изделия из ближайшей булочной. Мы улыбаемся и думаем, о, а этот человек мыслит. Ну да, это так метафорично. Ну, то есть, есть совершенно, вот у нас был в прошлых сезонах замечательный молодой человек, он написал просто свое путешествие на Святой Афон. Слушайте, это такой непосредственный язык. Там мы все хохотали буквально, когда читали «Ураут». Причем, ну, как можно хохотать, ну, не над Святым же Афоном мы хохотали. Мы хохотали над восприятием мальчика, который, значит, вот вместе с отцом, он поехал, значит, там, побывал во многих монастырях. Но он пишет, вот действительно, как филитонист об этом, да, он говорит, между монастырями Святого Афона ездят огромные страшные черные машины, и в них едят страшные, заросшие бородами люди, которых я поначалу принял за маджахедов. Но это оказались не маджахеды, это оказалось стражей этих монастырей, это православные люди. Бывают греки, бывают русские, а бывает вообще непонятно кто. Они такие страшные, чтобы на монастыри никто не смел напасть. Это такая детская непосредственность. Абсолютно, да, то есть он не связан вот этими, понимаете, вот сказать, вот, да, нас подвозили на машине, замечательные, значит, служки там и так далее, там. Нет, он испугался, он испугался этого поначалу. Какая-то гигантская машина, похожая на бандитскую, да, но там на других и не проедешь, во-первых, да, а во-вторых, это действительно необходимость, потому что на святой Афон кто только не покушался. Вот, и замечательные вот в этом году у нас лауреаты, тоже, это не только тема войны, конечно, у нас в этом году была и тема Пушкина, очередное, как бы, да, вот, очередная годовщина. И еще несколько важнейших тем, которые мы предложили, но ребята-то не только могут писать на темы, они могут писать и не на темы. Это для самих конкурсантов большая возможность заглянуть как-то вовнутрь себя, да, и понять, что для тебя дорого, ценно, какие открытия можно сделать, исходя из необязательной тематики, да, а получается, что здесь же, вот как вы говорили, и о семейных ценностях, и о том, что, вообще о том, к чему он стремится. Вы знаете, в эти годы человек действительно должен определиться с тем, что он есть, и куда он идет, потому что, ну, школа заканчивается очень быстро. Это мы знаем по себе. Вот, казалось бы, вот седьмой класс, еще не о чем, как бы, да, там, особенно думать, ну, так, приблизительно ты представляешь, но вот вне ответа в восьмом и девятом классе на вопрос, кто ты и зачем, не получится сразу выбрать вуз, не получится увидеть свою жизнь на, там, горизонте планирования, там, десятилетним, пятнадцатилетним, не получается. Ну, думаешь, ну, вот мне нравится то и все. Это уже полшага к тому, чтобы определиться с тем, зачем ты, что ты хотел бы от этой жизни получить, да, вот так цинически можно выразиться, а что я хочу, в общем, получить. Некоторые идут за славой, некоторые идут за властью, кто-то за деньгами, но ведь не все же настолько двумерны. Человек хочет знать о себе гораздо больше, чем должность где-нибудь, в какой-нибудь структуре, гораздо больше. Он наследник бесчисленной цепи поколений. Кто-то происходит из дикой степи, кто-то из лесов. Что эти гены нашептывают тебе? Что тебе ближе? Где твой дом? Это важнейший вопрос. Где твой дом? Сейчас страшнейшая урбанизация, она продолжается уже лет 70, после Второй мировой войны она приобрела колоссальные масштабы. У нас практически до 70% сейчас цивилизации сосредоточено в городах. Деревенская жизнь, степная жизнь, лесная жизнь, она практически вышла из обращения. Мы, люди, фактически во втором, третьем поколении оторваны от земли. Это важнейший вопрос задать себе, а кто были твои предки? За что они страдали? Почему они боролись? Наоборот, конечно, да? Почему боролись? За что страдали? Когда человек проникает в свою семейную историю, он отвечает на этот вопрос. Отвечает оригинальнейшим образом порой. Не потому, что человеческий мозг такой увертливый, что он ищет каких-то лазейок. Нет. Человек понимает, что вот общий ход событий привел его к многоквартирному дому, железобетонному вот этому месту. Вот он определен сейчас так. Но в нем миры, галактики. Я уверена, что этот конкурс «Лето Господне» – это еще прекрасная площадка для детей в дальнейшем, чтобы они общались, чтобы они были думающими, открытыми. И наверняка в дальнейшем многие из них, я думаю, поступают в литературный институт, выбирают такую филологическую стезю. И между собой сформировалась уже обстановка, и я думаю, наверняка они общаются. Наши дети очень дружат. В первые сезоны, может быть, это было не совсем видно. Ну вот приехали в Москву, совершенно были ошеломлены вот этой величием. Это действительно по-прежнему город, который пустил свои какие-то лучи в самые различные уголки земли. У нас же международный конкурс, к нам из-за границы приезжают. В этом году только, да. Замечательные ребята всегда из Казахстана. Это не только из православных школ, просто вот приезжают ребята из-за границы. Там бывают из Донбасса, приезжают из Австрии. И еще множество стран, там еще можно перечислить, наверное, 5-6, из которых ребята просто пишут, выходят в финал и приезжают. Есть у нас, мы ВКонтакте еще ведем, ну, общий чат. Каких там только отзывов нет после сезона. Мы не то чтобы даже просили, напишите отзывы, там, то да сё, нам интересно, нам нужно. Мы сами. Нет, здесь вот само вырывалось, хотя этап-то был какой. Он не то что был урезанный, он в связи вот с этими масочными и другими делами, он был раздельным. У нас все три группы приезжали, да, это разные даты. Он же был раздельным. Детей же держали буквально вот, никого никуда не отпускали, там, куда-то вот вправо-влево. С ними постоянно, круглосуточно, как всегда у нас находились волонтеры. Все было очень строго расписано. И в храме они, вот каждая возрастная группа была одна, других они старших детей больше, или младших они не видели. Но тем не менее, мы программу-то прогнали три раза, и им вот, несмотря на всё это, понравилось. И они теперь переписываются и советуются, с нами советуются, куда поступать. Но это всё равно база, и куда бы мне пошли дети дальше учиться. В любом случае, база есть литературная, творчество от них никуда не исчезнет. Язык, это же нужно понимать, это инструмент для того, чтобы человек всё больше и больше проникался жизнью своей страны, своего народа. А дворян, вот когда это ещё, да, у нас было гимназическое образование какое-то ещё, там, университетское, их прежде всего учили, как в Китае, кстати говоря, любой, любое должностное лицо. Но вот уже сейчас в Китайской Народной Республике, ну ладно, в Империи Цинь, там, я не знаю, в любой, он прежде всего должен был в совершенстве знать иероглифы, в совершенстве писать, в том числе и стихотворения. И только после этого, когда он вырабатывает вот эту свою текстологическую версию своего духа, он допускается до каких-то высоких должностей. Они были хозяйственными, хозяйственными, каждая провинция китайская, это управляется человеком высокого духа, и поэтому нация собирается, поэтому Поднебесная до сих пор жива. Это политика, которая веками осуществлялась на этой земле, потому что человек прежде всего умеет владеть языком. Есть ли это духа в нации? И вот на нее, когда идет опора, а бывают так сходятся звезды, так ложатся карты, что государство понимает, ему нужны ясные, чистые люди, которые хотят от жизни не материальных благ, не власти, они хотят иного. И вот это чистое желание, оно не входит в противоречие с целями государства на каком-то его этапе развития. И вот этих людей тогда замечают, дают им какие-то возможности для реализации себя. Человек очень масштабен, если ему дать возможность. Он бывает руководителем стотысячных коллективов, и при ясном мышлении, вот пример нашей космической эры, допустим, Сергей Павлович Королев, изумительнейший инженер, тонкий, но вот какие возможности ему предоставили, с тем, чтобы Советский Союз ощутил вековую мечту всего человечества, послал в космос эти вот сложнейшие аппараты. Это все было при нем. И вот когда пройдет, может быть, 10-15 лет, и наших детей заметит кто-нибудь, а может быть, целый какой-то класс людей обратится к ним и скажет им, ребята, вы можете делать замечательные вещи. Слава Богу. И у них наступит другая жизнь, мы так надеемся. Развивайте в себе навыки. Развивайте в себе вот это чувство Родины. И тогда, вы знаете, несмотря на все горести, которые могут с вами случиться в этой жизни, несмотря на все лишения, опасности, какие-то обиды, все, вы знаете, более-менее придет в равновесие. У вас будет чистая совесть, у вас будет нормальный, если уж надо, послужной список. И вы не окажетесь на краю, потому что перед собой вы будете честны. Сергей, большое спасибо на этой позитивной, жизнерадостной, утверждающей ноте. Я хочу обратиться ко всем, кто сейчас нас смотрит, чтобы у вас, если есть такая возможность, вы донесли информацию до школьников, учащихся с 6-11 классов, для того, чтобы они приняли участие в международном детско-юношеском конкурсе «Лето Господне», который проходит уже в шестой раз. И сейчас, Сергей, скажите, когда можно отправлять уже новые работы для участия? Сейчас, прямо сейчас. Мы вообще будем собирать до 1 декабря работы, но я понимаю, что люди, откладывая, каждый сезон это происходит, они умоляют нас на каждую неделю. Продлиться прием заявок. Да, ну дайте нам еще 2-3 дня. И мы продлеваем на неделю где-то, бывает, что даже на 10 дней, ну потому что все на последний день откладывается. Школьники очень перегружены. Ну, где-нибудь ориентируйтесь все-таки на 1 декабря, потому что нашим экспертам, это двухступенчатая система, еще работать и работать. Сперва работы будут оценивать на элементарную структуру. Система антиплагиат проверит, это вообще не скачано ли из интернета. Бывает и такое. Ну, легкая победа, знаете, как сейчас детей учат. Скачай, там разберутся. Нет, антиплагиат проверит и отсеет несколько работ, которые будут, ну, такие поверхности. Тем более потом будет творческий конкурс уже по факту. И вот только за тем, как их проверят педагоги на грамотность, на вообще владение языком, они очень тонко чувствуют эти вещи, потому что сочинения они проверяют стабильно раз в месяц своих. И педагоги со всей стороны буквально будут проверять все работы. И вот когда отсеется, мы придем примерно из более чем тысячи работ, мы составим несколько сотен. И вот уже из нескольких этих сотен мы уберем потом 120. А вот эти работы будут читать уже литераторы. Это очень сложные люди. И вот оценка профессионального действительно писателя, поэта, это уже совершенно другое. И я прошу быть детей просто готовыми к этой двухступенчатой системе. Но писать работу нужно уже сегодня определиться с темой. И постараться уже ее как-то развивать, набрасывать, удалять, урезать. И вообще отпускать свою душу, спускать ее с поводка, отпускать поводья, чтобы она вольным образом пронеслась хотя бы несколько абзацев. Мы это заметим непременно. До первого декабря, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну время есть, и поэтому мы призываем вас участвовать, почувствовать эту свободу слова, открытость текста, которая лежит на чистом листе бумаги. И, конечно же, для вас самих откроет невероятные горизонты, возможности. И подарит духовную силу, которую вы обязательно почувствуете. Спасибо вам большое, Сергей. Вашему конкурсу дальнейших успехов, процветания, чтобы все новые и новые люди принимали участие и дальше по жизни шли с этой замечательной историей, что они были участниками, конкурсантами, номинантами, лауреатами конкурса «Лето Господне». Я уверена, для них это будет большой победой в дальнейшем в жизни. Я тоже надеюсь на это. Спасибо огромное за приглашение в программу. В общем, было как-то приятно рассказать обо всем. Очень доверительный разговор, замечательный. Так нечасто бывает. Спасибо. С вами была программа «Вдвижение». Оставайтесь с нами. До новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok